Руслан Халитов 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 в этом мире. Чтобы батюшка мог ехать на моторной лодке и крестить детей в промышленных масштабах. Вот тогда бы нас православных стало очень много. И мы бы всех победили. Я понял, что я завидую людям, которые верят. Я прям искренне завидую людям, которые верят в Бога. Мне хочется куда-то себя тоже причислить. И я позиционирую себя как православного атеиста. Я не верю в Бога, но я верю в силу русской православной церкви. Потому что даже если нет Бога, вдруг его нет. РПЦ настолько мощные ребята, что они могут, блядь, создать Бога. Напишут чувакам из Яндекса, чтобы они запрограммировали искусственный интеллект. Чтобы у нас Бог как Вольтрон из пяти церквей такой собирался. Но мне кажется, если это будет искусственный интеллект, однажды он нас превзойдет, а захочет покинуть нас. Бог покинул нас. Очень грустно. Но вы только представьте, вы приезжаете в воскресенье, на Китай-город. И вдруг видите, как тысяча церквей взлетает в небо. Главное, чтобы вашей бабки там не было, естественно. И все такие, ахуеть. И Собянин такой, ахуеть. Сколько торговых центров, ёб твою мать. В мире нету столько магазинов Юникло, чтобы я заклонил это торговыми центрами. Сейчас в мире, не знаю, заметили вы или нет, в основном монотеистические религии. Самые популярные религии в мире, где один Бог, одно божество. И я думаю, это логично, потому что проще звать людей в твою религию. Гораздо проще говорить, хочешь поговорить о Господе нашем, Иисусе Христе, нет, а гораздо проще, чем ты такой. Хотите поговорить про богов наших? Зевс, Гера, Артемида, Гефест, Посейдон такой, через час такой, любите танцы, терапсихора, муза танцев. Ну то есть в этом проблема большого пантеона. Ну то есть ты должен верить сразу во всех пидорасов, понимаете? Ты не можешь выбрать кого-то, типа, пусть Посейдон будет в вашем морском путешествии с вами. Вообще-то путешествие — это гермес. А, нет, в этого пидораса я не верю. Это что, крылышки на ботинках, он кто, блядь, Канни Вест или вообще что? Потому что Канни — бог, а это хуйня какая-то, как по мне. Ну то есть, когда у вас один бог, это так проще даже. Он отвечает за все, буквально за все. Один бог отвечает за все. Когда у вас много богов, вам для каждой новой штуки нужно придумывать по-новому богу. К примеру, у древних греков была муза, которая отвечала за гимны и пантомимы. И. Ее звали полигимни, эту музу. И у меня одного ощущения, что она просто опоздала на первую планерку департамента муз. И ей какую-то хуйню скинули. Она такая, гимны и пантомимы. Будешь выебываться, мы тебе тектоник дадим, если что. Что это не танец, ты всякую пору не взяла для танца ноги. Нужно? Гимны и пантомимы. Блядь, я хочу увидеть гимн, который написан полностью за использованием полигимни. Блядь, я хочу, чтобы это был русский гимн, если честно. Прикиньте, включается гимн, и мы такие, все русские такие, «Россия священная наша держава». Символизирует стену, которая отгораживает нас от запада, естественно. Знаете, в чем прикол? Ее нет. Это иллюзия. Все у вас в головах. А может мне из комика в кого-то коуча переделаться? Это все к тому, что выступать страшно, довольно страшно выступать. Мне еще сложно поддерживать зрительный контакт, потому что, ну вообще в целом, по жизни сложно смотреть людям в глаза, потому что, если я говорю с человеком и смотрю ему в глаза, мне кажется, что его взгляд говорит, типа, «Я знаю». Хуй знает, что он там знает, если честно. Но я уже боюсь. Причем это может быть что-то даже не жесткое, типа, «Серьезно, Руслан? Ты реально в детстве думал, что внутри Рафаэла косточка? Это орех, долбоеб. Ты думал, Рафаэла на деревьях растет?» И я, помимо всего прочего, являюсь ипохондриком. То есть, раньше я был ипохондриком, у которого рак везде. Я таким был человеком раньше. Сейчас я пошел дальше. Я люблю себе навязывать какие-то психические отклонения. Ну то есть, мне сложно смотреть в глаза людям. И я такой, «А-а-а, так я аутист оказался?» «Давайте ЕГЭ по математике, я решу часть С на похуй вообще, давайте сюда». То есть, мне прям нравится на себя вот это вот все навязывать, какой я, блин, лирический герой. Например, в какой-то момент я прочитал про такую вещь, как синдром самозванца. Если вы не знаете, такое отклонение, когда тебе кажется, что ты достиг чего-то, незаслуженно, что ты кого-то обманул, тебе повезло, и что ты оказался на этом месте, незаслуженно, что люди скоро об этом узнают, что ты самозванец, и тебе не сдобровать. Я про это все читаю, такой, «О-о-о-о, это то, как я себя ощущаю, господи боже мой». И ты сразу начинаешь гуглить, сразу находится какая-нибудь, блядь, Гвинет Пелтру, у которой такая же тема. Ты начинаешь рассказывать своим друзьям, они такие «Бля, Рус, у меня тоже так». Но я настолько загнался, что такой «Блядь, у них у всех синдром самозванца, а я лишь прикидываюсь». И вот, я решил пойти в какой-то момент к психологу, похлопать, кто хотел когда-нибудь к психологу, к психотерапевту, такие люди. О, довольно много людей. Остальные покончат с собой, а мы с вами соберемся здесь снова через год. Я считаю, что каждому человеку полезно заниматься терапией, потому что иногда у тебя зашоривается взгляд, и кажется, что ты потерянный, и никому не нужен. И нужен кто-то, кто тебе поможет обратно встать на рельсы. Потому что бывают сложные моменты, у каждого в жизни бывают очень сложные моменты. Ну, не это вот, типа «Я люблю радиохэд», а серьезные. Прививающие тебя к земле моменты. Вот что происходит на приеме у психолога или психотерапевта. Ты платишь чуваку бабки, и он тебя слушает. Звучит так себе, но поскольку это чужой для тебя человек, и он профессионал, это работает. Ты выговариваешься, он тебе помогает. И я рад, что у меня есть возможность платить эти небольшие деньги. После коронавируса это вообще по скайпу копейки стоит. Я рад, что у меня есть возможность платить эти деньги, чтобы это мне помогало. Потому что, если бы у меня не было этой возможности, я бы стал этой бабкой в автобусе, которая находит твой взгляд и такая «Ну, короче, блядь, слушай». А я Руслан Халитов, я не буду бабки беречь. Я такой «Да-да-да», «Да-да». И бабки всегда чувствуют цыкунов. Они такие «Да-да-да». А потом меня раскулачили. Я такой «Ой, боже мой, возьмите деньги все мои». И вот как я думал, все произойдет. Я на себя навязал все вот это вот. Какой я, блин, бедный, несчастный. Я думал, я приду к психотерапевту, постучусь к нему, открою дверь, и он такой «Это самый серьезный случай депрессии, что я видел за всю свою практику. Держи транквилизаторы для слонов, держи». Мы разработали для дампа, но он сам справился потом. У меня проблемы с матерью. А в итоге я пять сеансов подряд разговариваю, как меня отец в детстве хуесосил и пью глицин. Вот что происходит по факту. Короче, круто. Мне нравится. Потому что я нахожу ответы на какие-то вопросы, которые меня беспокоят в общении с психотерапевтом. Например, я комплексую по поводу своего тела, и я нашел ответ, почему так может быть. Потому что я в общении с психотерапевтом вспомнил, как мне было 16 лет. Пубертат. Самый сложный период жизни каждого подростка. Я переодеваюсь в своей комнате, и заходит отец, и такой, ты что-то потолстел, у тебя сиськи, как у бабы. И я это вспомнил. Просто вспышка. Я это не помнил, и вдруг вспомнил. И я такой, вау. Я это вспомнил, и кажется, что-то понял про себя. Но я это вспомнил просто вообще не с психотерапевтом. И я теперь боюсь стать тем человеком, который вдруг вспомнит о себе что-то такое. как, знаете, как отец меня трогал за сиськи. Знаете, что-то такое. Потому что, я не знаю, наверняка, его просто, я его не виню. Я его за это не виню. Наверняка, его так же воспитывали. Наверняка, хорошие сиськи в 16, то, что есть у всех в халитвах. Правильно? Наверняка, то, что присуще всем нам. И мне нравится. Я вспоминаю вообще не с психотерапевтом, вот эти все вещи. Меня отец, например, часто в детстве называл девчонкой. Девочкой. Он меня называл девочкой. Когда мне было лет 7, я проявлял чувства. Он такой, ты что, девочка? А мне типа 7. И я не понимаю, что это плохо. И он такой, ты что, девочка? Я такой, я и не против. Потому что жизнь девочки это, блядь, рай на земле. Потом ваша жизнь сущий кошмар, девчонки. Но жизнь девочки это принцип платья. Мама заплетает тебе косички. Меня отец брал на выходные и ехал к друзьям в бар. И друзья у него такие же долбоебы. Поэтому если бы вы увидели тогда зашли тогда в тот бар, вы увидели стол мужиков и стол детей. И могли подумать, что в детском саду была нихуёба такая сложная неделя. Серьёзно. И я считаю, естественно, ну меня били в детстве. И я, естественно, считаю, что нельзя бить детей. Ни в коем случае нельзя бить детей. Ни при каких обстоятельствах нельзя бить детей. Но также я понимаю, что у меня нет детей. И я могу пиздеть всё, что мне сблагорассудится. Потому что у меня нет детей. Я не знаю, каково это быть родителем. Я понятия не имею. Возможно, когда ты отец, бывают моменты, когда ты чётко понимаешь, что ребёнок должен огрести. Наверняка есть такие моменты. Но даже тогда я не буду бить своего ребёнка. Я просто найму его одноклассников. Чтобы они такие... Надо было лучше учить физику. Серьёзно, я вспоминаю. Мне нравится вспоминать какие-то вещи про общение с отцом. Даже не жесть. Я вспоминаю даже прикольные какие-то, какие-то приколы. Например, вот что я вспомнил. Мне было типа 6 лет, и отец очень хотел привить любовь к бане. Потому что это, если вы не знали, это то, для чего созданы отцы. Чтобы ты полюбил баню. Для этого Бог создал отцов. Если честно. Возможно, это, кстати, и сработает. Возможно, когда начнётся глобальное потепление, вы все будете ходить такие, бля, как жарко. Я такой, я чувствую себя таким чистым. Боже мой. И он мне пытался привить любовь к бане. И он мне сказал следующую вещь. Мне 6-летним. Он мне сказал, сынок, баня — это очень хорошая вещь. Потеть — это очень полезно. Если человек выпьет стакан пота, он умрёт. Я такой, чё нахуй я вспомнил? Что я только что, блядь, вспомнил? Это было всегда со мной. Всю мою жизнь эта информация. Я слышал это только от отца. Я не знаю, откуда он это взял. Наверное, он сидел с своими друзьями в бане, правильно? И вышел из пирилки самый последний, потому что он самый крутой. Приходит в предбанник, и там все его кореша мёртвые лежат. И один из них такой, нам нечем было запивать. Я не знаю, наверняка, такая была теория. Я решил разобраться, блядь, я решил разобраться, я поехал к отцу. Говорю, пап, помнишь, ты мне сказал, что человек умрёт, если выпьет стакан пот? Он говорит, да, своего. Я такой, всё, блядь, я не хочу больше дальше копать это дело, боже. Короче, ладно, что оказалось. Когда он был маленький, ему тоже было лет 6-7, ему это сказал его дядя. И мне так обидно стало, что нормальные семьи друг другу по наследству там, блядь, часы передают или шахматы, а Халитовы ебучую историю про пот. Ну, так же я знаю, что когда у меня будут дети, они точно узнают эту информацию. Но я что-то поменяю. Допустим, у меня будет мальчик девочка-девочка, я скажу, ребята, вы умрёте, если выпьете стакан пота друг друга. Это единственная наша слабость у Халитовых. Я из Нижнего Новгорода. И похлопайте, кто не из Москвы. Похлопайте, пошумите, кто не из Москвы. У нас есть преимущество по сравнению с москвичами, потому что мы можем приезжать к себе домой и лечиться по знакомым. Какая-то отличная тема, мне так нравится лечиться по знакомым. Но иногда бывает плохо. Например, я сдавал спермограмму как-то раз, и уролог смотрит на мою спермограмму и такой, слушай, ну нормально, блин, весь в отца. Я такой, а! 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 Да, я боялся, что он такой, да-да-да, помню тебя вот таким. У меня довольно странная семья. Смотрите, у меня есть мама-папа, отчим, мачеха, второй отчим. Скоро будет вторая мачеха. У меня есть брат и сестра, но они друг другу не брат и сестра, они чужие люди друг для друга. И у меня всегда такое ощущение, что у всех вокруг генеалогическое дерево, а у меня, блядь, роща, понимаете? ко мне в школе подходили, говорили, мы папа сильнее твоего. Я такой, да? Алло, мать, нужен новый батя, разберись, давай. И все мое детство меня жалели, что у меня такая семья, этого никогда не понимал. Я недавно прочитал и узнал, что в России 54% детей живут в неполных семьях. Прикиньте, по сути, сейчас неполная семья это уже норма. Мне кажется, скоро будут подходить к детям и такие, оу, у тебя мама и папа, бедненький. Он даже не знает, что такое подарки от ухажеров матери. Хочешь приставку? Расскажи дяде, с чего быстрее пьянеет мать. Да, вот такие приколы. И все мое детство меня отправляли на какие-нибудь дерьмовые секции. Кого-нибудь отправляли на дерьмовые секции, ребят? Можете выкрикивать, секции. На каратэ. На каратэ? А почему вам не... Почему дерьмовая секция каратэ? Да блин, потому что там все бились. А, там все бились? Тебе надо было идти на секцию зрителей каратэ. Это другая секция совершенно. Просто дерьмовая секция... Смотрите, меня отдали в свое время на спортивное ориентирование. Я вам так скажу, очень обидно ходить на секцию, когда через пять лет выходит Яндекс.Карта и твой спорт нахуй не упал. Это очень обидный вид спорта. Кто не знает, спортивный ориентирование это такой вид спорта, где ты бегаешь с картой по местности по определенным точкам. И я думал, а зачем меня сюда отдали родители? Зачем? Сейчас я уже, конечно, понимаю, быть курьером Яндекс.Еды. Вот что они по сути делали. Ну а смотрите, нас на этой секции помимо всего прочего учили ориентироваться с помощью природы. И мне всегда было сложно ориентироваться с помощью природы, потому что может быть я один такой, но я когда смотрю на звездное небо, для меня любая звезда полярная. Я не шарю. Посвящаю тут заезд каждому из вас. Ребят. Серьезно, мне постоянно... Ну то есть, и постоянно они говорят, что ты типа, так ты можешь найти полярную дубу по созвездиям. Я думаю, можешь. Если ты, блядь, можешь найти созвездие. У меня есть мечта, чтобы ученые однажды обнаружили галактику, которая выглядит в точности, как медведь, и назвали ее ковш. Блядь, я очень хочу, чтобы так произошло. Потому что, если вы возьмете звездный атлас, это где все созвездия вообще представлены, вы поймете, что в целом это ковши различной степени уродливости, как созвездие в этом атласе рисуют рисунки, типа, похоже. Там всегда стрелец нарисован, такой кентавр с луком. И я всегда смотрю, и там звезды на похер где-то в нем разбросаны. Без какой-либо логики. Я думаю, вам же не принципиально, суки, вы что угодно можете тут городить. Я скоро куплю новую редакцию звездного атласа, там на фоне какого-нибудь созвездия, блядь, Олег Тиньков нарисован. Еще и там рекламу купил. Мне стало интересно, я стал прям, я стал листать этот звездный атлас, листаю, в какой-то момент наткнулся на рисунок двух собак, нарисованы две собачки, написано созвездие, гончие псы. Я приглядываюсь, и там две звезды. В каждой собаке по звезде. Я думаю, вы охуели? Вы бы назвали хотя бы гончие псы далеко от друга, очень сильно, на огромном расстоянии. Это настолько тупое созвездие, что если бы там было три звезды, они бы назвали гончие псы и еще один пёс. Пожалуй, на всякий случай будет еще один пёс. Хотя, с другой стороны, я, может быть, придираюсь. В целом же люди так много веков назад придумывали все эти созвездия. Много веков назад. И животные со временем тоже меняются. Возможно, когда они придумывали эти созвездия, медведи выглядели как ковши. Я хуй его знает. Охотники древности идут зимой по лесу и такие, блядь, видишь следы, круг, и ручка, медведь проснулся. Медведь где-то тут. У них тут гончие псы стоит, палка такая. Едут домой и моются в бане маленьким меховым ковшиком. Я просто недавно в интернете выбирал себе обои для рабочего стола, потому что я хочу изменить свою жизнь кардинально. И я заметил, что там очень много звездного неба. Это отдельный жанр фотографий для рабочего стола. Звездное небо, россыпи звезд. Так красиво. Я на все это смотрю и в моменте понимаю, что я 4 года назад в Москву переехал. И я последний раз звезды видел, когда вечером резко со стула встал, у меня капилляры лопнули. И я что-то увидел. Потому что сейчас не видно звезд. В больших городах очень много света, загазованность, кальянных опять же, не видно звезд. В самую ясную ночь 2-3 максимум. Все, блядь, полярные. Понимаете, о чем я? И мне кажется, из-за того, что ничего не видно, поэтому и нету культа космоса, который был в Советском Союзе. Потому что ничего не видно, никому не интересно, соответственно. Дети больше не хотят стать космонавтами. Самый главный Юрий в стране не Гагарин, а Дудь. Вас не смущает? Ничего? При всем уважении к жанру интервью. А в 50-е годы наши с вами ученые смотрели на тогда еще чистое небо и думали, вау, вот куда мы можем отправиться. Потому что больше никуда нельзя отправиться из Советского Союза. Вот куда мы полетим, купим там джинсы, надеюсь. Короче, мне кажется, что из-за того, что был железный занавес, было проще изучать звезды, чем весь остальной мир. И, возможно, если бы Совок не распался, мы бы сейчас с вами бороздили космические пространства. Марс был бы красной планетой по двум причинам. Врубайтесь. Туда бы ездили студенческие стреоотряды поднимать целину и копать картошку. Догибать после пустыни Казахстана, говно вопрос. Тут хотя бы вода из кратерах. Короче, люблю нашу космическую историю советскую. То, чем можно гордиться, действительно. Мне очень нравится история про Белку и Стрелку. Это две собаки, которых отправили в космос посмотреть, выживут ли там две собаки. И по-любому, когда ракета взлетала, Белка и Стрелка смотрели в иллюминатор и такие «Хочу голову высунуть, пиздец!» Чем еще горжусь? Понял, что горжусь Пушкиным. Недавно понял. Полюбил Пушкина недавно. Да, Вича. Да, Вича полюбил Пушкина. Потому что посмотрел документалку, пятичасовую документалку про Пушкина. Называется «Живой Пушкин». Леонид Парфенов снял. Я вам всем советую ее посмотреть. Крутая документалка, потому что рассказывает, каким был Пушкин в реальной жизни. Потому что в школе мы не любим Пушкина, потому что нас заставляют Пушкина учить. Нас прям «Учи письмо, Татьяна!» Ты такой «Да я даже не сосался! О чем вообще речь?» Детям не нужно навязывать Пушкина. Им можно рассказывать факты про Пушкина реальны, потому что Пушкин в жизни, блядь, чисто гэнгста. Я вам отвечаю, 29 дуэлей за жизнь это ненормально. Но первое, знаете, с кем? С дядей. Пушкин вызвал на дуэль брата-мамы за то, что тот на балу потанцевал с его девчонкой. Я думаю, так это же, блядь, любое мое семейное торжество, Санек, нет? Типа «Украду твою принцессу, блядь, да пожалуйста, дядь!» Прикол выходить с дядей драться каждый раз после такого «Отец, ты секундант, неси оружие!» И отец приносит два ножа из набора, хлебный и тесак. А мы такие стоим за баней. Как-то раз Пушкин участвовал в дуэли, пока чувак в него целился, Александр Сергеевич стоял и жрал черешню. Прикиньте. Ну и чувак, естественно, промахнулся, видимо, вахуя от происходящего. Я не удивлюсь, если Пушкин ему в лицо косточки плевал. Он такой стоит, такой «Эй, блин!» Если вам так нравится, как я себя бью, я могу делать это весь концерт, если что. Ну так вот, и когда чувак промахнулся, Пушкин просто ушел. Он даже стрелять не стал. Что ты за человек, Санек? Застрели пидорасу! Он и так промахнулся в человека, который ест черешню. Это проеб. В социуме 19 века это проеб. По уровню проеба это, знаете, как разозлиться у всех на глазах и по стене ебнуть и промахнуться. Понимаете? Примерно такой же уровень проеба. Но самый удивительный факт, который я узнал из этой документалки, это то, что Дантес, который убил Пушкина, скорее всего, был геем. Прикиньте? Это научная теория, основанная на переписке людей той эпохи, что Дантес состоял в гомосексуальных связях с голландским дипломатом Луиги Киреном. Я знаю, имею фамилию, значит, я это, блядь, не выдумал. Понятно? И для того, чтобы от себя эти слухи отвести, Дантес ходил по балам, клеил девчонок, в какой-то момент наткнулся на Наталью Гончарова, жену Пушкина, дуэль, Пушкин убит. Какой мы можем сделать вывод с вами? Геи убили Пушкина. Чертовы геи убили солнце русской поэзии. Можете подумать вы. Но если мы подумаем с вами еще немножко, мы поймем, что общественное порицание геев убило Пушкина. Гомофобия убила Пушкина. Понимаете? Если бы не было гомофобии, Дантесу бы не пришлось ходить по балам, клеить девчонок. Самое ужасное, что мог сделать Дантес, это трахнуть Пушкина. Но такая встряска точно бы положительно повлияла на его творчество. Я думаю, он что-то бы переписал даже. Чем меньше женщин мы любим, тем легче нравимся ему. Ладно, вы смеялись над шутками про Пушкина. Это значит, что вы разблокировали шутку про Человека-паука. Я вас поздравляю. Понимаете? Я вырос в 90-е. Мне нужен был герой. Но Данила Багров, блядь, не подходил ребенку. Понимаете? Потому что, давайте будем честны, Человек-паук пизжи Данила Багрова. Я думаю, если бы он встретил, если бы Человек-паук встретил Данила Багрова, он такой, эээ, в чем сила, американец? Он такой, точно не в твоих штанах. Я, короче, я обожаю Человека-паука. Смотрите, для тех, кто не знает, Питер Паркер, он же Человек-паук. Спойлеры, извините. Питер Паркер, он занимался тем, что он работал в газете, куда продавал эксклюзивные фотографии Человека-паука, типа они знакомые. И мне интересно, что было бы, если бы Питер Паркер влез в ужасные долги, ему пришлось бы продавать эротические фотографии Человека-паука. Чисто в маске лежит такой. Питер, откуда у тебя эти фотографии? Мы очень хорошие друзья с Человеком-пауком. Он для Тиндера попросил его сфоткать. И я недавно наткнулся в магазине на игрушку Человека-паука. Значит, там была фигурка Человека-паука, которая сидела верхом на спайдер-мотоцикле. И я смотрю на все это и такой, чё? Какой, блядь, мотоцикл? Это Человек-паук. Алло, какой нахуй мотоцикл? А потом я подумал еще раз и такой, а, так, что между городами ездить? Потому что это то, о чем я думал, все свое детство. Я смотрел мультик Человек-паук на Джетиксе в 90-е, где он, по Нью-Йорку, на паутине. И потом смотрел свое Нижегородское окно и понимал, что в России Человек-паук мог бы путешествовать чисто, блядь, за троллейбус, так цепляться. Единственное место, где он может существовать, это Москва-Сити. Его можно как участкового туда нанять просто, тусоваться. Или в Питере вокруг этой иглы, как одинокая карусель такой. Помотался и домой на метро в Купчино. Поехал. Ну, то есть, я прям очень люблю Человека-паука, то есть, я поэтому оделся сегодня как шокер. Как вы можете увидеть. Угу, хорошо. Я прям люблю Человека-паука. Смотрите, для меня вот это это не рок, это Человек-паук, понимаете? Вот это для меня не ок, это доктор Октавиус, понимаете? Фанат Человека-паука. Я недавно задумался, а какого супергероя я, собственно, любил все свое детство? И давайте разберемся. Смотрите, у Человека-паука есть три суперспособности. Он может стрелять паутиной, ползать по стенам, и у него есть паучье чутье, которое предупреждает его об опасности. Начнем с паутины. Надеюсь, вы знаете, что это у него картриджи, потому что у обычных пауков паутина не из рук. Но очень сложно продавать ваши игрушки детям, если ваш супергерой путешествует по Нью-Йорку вот таким вот образом, правильно? Нет, думаю, там был какой-то маркетолог, который такой, да давайте так оставим, дети будут есть клетчатку. Но меня всегда больше всего, значит, меня больше всего смущало, что у Человека-паука есть паучье чутье. Может, вы помните по фильмам или по мультикам? У него есть паучье чутье, какая-то опасность, что-то сейчас произойдет, и он чувствует это, потому что у него есть паучье чутье, и он избегает этой опасности, потому что у Человека-паука есть паучье чутье, которое предупреждает об опасности Человека-паука. Потому что у него есть паучье чутье, которое предупреждает об опасности Человека-паука. Но этого, чутья паучьего, которое предупреждает об опасности Человека-паука, нету, блядь, у обычных пауков. Обычного паука можно не прихлопнуть, а медленно придавить. Может, у него есть в этот момент паучье чутье, а может, я такой стою, и паук такой, что-то, блин, готовится. Что-то, блин, сейчас будет что-то, блин. Знаете, как я убивал пауков, я клал руку на пол, и паук подходит и такой, это что, новый пол? Это новый пол? Я такой, до свидания, паук. Я провел исследование, и я, кажется, нашел существо, у которого есть чутье под стать Человеку-пауку. И вся ирония заключается в том, что, походу, у Человека-паука чутье мухи. Потому что муху хуй убьешь. Попробовали убить муху? Я пробовал, ты пытаешься ее убить, она уже на носу у тебя сидит, делает вот эту хуйню. Как будто показывает тебе факи. Вот, по сути, что делает муха каждый раз, когда делает вот так вот. Как-то раз, помните, как-то раз Барак Обама убил мух рукой? Я такой, блядь, вот это президент! Делом, а не словом. Это, блядь, тебе не ручку поймать, нахуй. Есть супергерои, которых я, блядь, ненавижу вообще всей душой. Например, Супермен. Это просто... Я ненавижу супергероя Супермена. Потому что это просто все суперспособности одному чуваку. Это, блядь, про эту маскировку только ленивый уже не сказал. Типа, я выступаю для вас. Руслан Халитов. Это кто нахуй такой сейчас на сцене? Фух, Рус, ты вернулся, слава богу. Там какой-то долбоеб был только что вместо тебя. Но больше всего меня смущало всегда вот это вот жест. Вы наверняка его помните, что Супермен, когда шел на дело, он всегда разрывал свою рубашку. И здесь огромная красная буква «С». И он летел там спасать людей. Я думаю, я работал в офисе. Я сидел в рубашке. Когда ты в офисе в рубашке, все видят, что у тебя, блядь, под рубашкой. Кларк, это что у тебя? Красное трико под рубашкой? Я Человек-паук. Мне 29. И я, кажется, становлюсь взрослее, потому что недавно понял, что очень хочу повесить на стену карту. Захотел повесить карту на стену, пошел в магазин, где продаются карты, прихожу, говорю, будьте добры в небольшую политическую карту мира. И мне продавщица сходу такая, а вам с Крымом или без? И я испугался. Потому что в нынешней политической ситуации это выглядит как проверка от Путина. Что он ищет диссидентов теперь на уровне магазинов карт. Я боялся, что продавщица в какой-то момент в проброс такая, слушайте, ну вот Алексей Навальный, конечно, красава, да? С Крымом, блядь, или без? Меня это напугало, естественно, потому что сейчас все карты с Крымом. Может, у них, конечно, старые остались. Может, она такая, тут Крыма нет, но Югославия есть. Хотите себе такую, может быть, карту? Либо это магазин, который делает карты под любую политическую позицию. Таким, у нас есть карты с Крымом, без Крыма. Эй, парень! Курилы японские хочешь? Я такой, я, Руслан Халитов, не хочу курилы японские. Я хочу, чтобы вместо всех стран был Татарстан. Вот, чего я хочу. Потому что я не знаю, почему Крым наш. Я не могу ответить на вопрос, почему он наш. Я понимаю, я понимаю. Я задаю этот вопрос в зале периодически. Люди такие, пошел-ка ты нахуй. Там на входе автозак стоит. Правильно я понимаю? Обычный аргумент, это то, что он исконно наш. Когда мы его аннексировали в Крым, постоянно говорили, что, типа, это исконная территория России. Я думаю, в этот момент Турция такая, вы охуели? И Греция такая, они охуели, они охуели. И там, блядь, Армения стоит, Монголия, Македония. Потому что по этой логике Крым, исконная территория, спорная. Поэтому я предлагаю сделать из Крыма международный ринг. Прикиньте, у двух стран какой-то конфликт, они такие, ах ты, сука, встретимся в Ласточкином гнезде, пидорас. Мне вот, что не нравится в нашей стране, что президент оторван от нас. Недостижимая высота, небожитель. Я не чувствую связи с человеком, которого мы выбрали на выборах. О чем я говорю, когда говорю о связи? Например, Барак Обама, когда был президентом, выкладывал в интернет плейлисты любимых песен. Какая простая, гениальная идея. Ты любишь какую-то песню, видишь в своего президента эту песню в плейлисте, чувствуешь связь, чувствуешь, что он человек в первую очередь. Прикиньте, Путин выкладывает плейлист, вы такие смотрите, такие... Артик Манкис? Блядь, все-таки на него хорошо влияет Медведев. Посмотрите на этот список. Потому что я даже не знаю такую банальную вещь, как музыкальные предпочтения моего президента. Я знаю только стереотип, что его любимая группа... Любая. Любая. И мне одному кажется, что это прям политтехнологическая хуйня какая-то. Что они такие, президент России слушает песни только про Россию. А что он ест шоколад Россия исключительно? Держит вклад в банки Россия. Россия. Блядь, это настолько пошло. Более пошло было бы, если любимая группа Путина был, блядь, хор МВД. Врубаетесь, только бы это было более пошло. Россия — это его работа. Вы часто домой из офиса приходите, такие, блядь, дорогая, включи звуки ксерокса. Блядь, я отдохнуть хочу. Я не могу представить на полную серьезность, что Путин любит группу любая, что он приходит домой, садится в аквадискотейку и такой... Отчего так в России? Березы шумят. У него уже такой образ сейчас, что мне кажется, если Путин где-то услышит, что в России березы шумят, он такой... Так заткните-ка их нахуй! Чего это они шумят? Это они не просто так шумят, это им секвой она шептала, чтобы они шумели. Не знаю, у меня есть теория, откуда взялся этот стереотип. Мне кажется, у Пескова однажды просили, Дмитрий, А как вы думаете, Владимир Владимирович еще угорает по какой-нибудь русской группе? Он такой, да полюбе. Проблема же в том, что он очень скрытный. Мы поэтому нихуя о нем не знаем, потому что он скрытный чекист. Вот он кто, блядь, он настолько скрытный, что я не удивлюсь, если когда все закончится, окажется, что его все это время, блядь, звали Валера. Я вообще не удивлюсь, и за все это время нами управлял Валера Пупин. Я вообще не удивлюсь никоим образом. Но больше всего меня смущает то, что он дед. Он власть не отдает, как раз потому, что он дед. Вы когда-нибудь пробовали отобрать у деда пульт? Дед умрет, тогда я посмотрю телек. Правильно? Наконец-то. Серьезно. Он Путин дед. И в этом вся проблема. Ну то есть деды, они может мудрые, опытные, но они их плохо управляют. Они в какой-то момент им уже не то интересуют. То есть это знает любой человек, который 20 лет в квартире с дедом прожил. Вы должны понимать, о чем я говорю. Потому что вот что происходит. Дед везет вас на дачу, вы там батрачите, как проклятые. Дед кайфует. Ты потом поворачиваешься, а он продал дачу. Блядь, вот что происходит. Потому что если Путин, как мой дед, он сейчас где-то в России собирает мусор, на всякий случай, боится его выкидывать эти все мусорные полигоны в шисть, это Путин такой, не выкидывайте, велосипед я починю, сам цепь сделаю. Не выкидывайте. На самом деле проблема в том, что Путин дед без бабки. Замечали, что дед без бабки это всегда ебантяй? Нужна бабка, чтобы утихомировать старого пердуна. Нужно, чтобы он такой понял, понял, понял. Чтобы он такой какие, блядь, игровые автоматы? Понял, понял, понял. Проблема в том, что непонятно, на кого найти. Непонятно, кто Путину подходит. Ему нужна какая-то выливая такая с ежовыми рукавицами. Единственное, кого я смог найти, кто подходит Путину, на мой взгляд, это Ольга Картункова из команды КВН Пятигорск. Что, прикиньте, Путин с Ольгой Картунковой идут под Венец, и вся страна такая, о, однажды в России? Да, и навсегда. Такой вопрос. А меня одного пугает, что в русском языке есть слово «человечина». Что за хуйня происходила у древних русов, что они такие, блядь, так, давайте одним словом как-то называть. По-любому, когда составляли первый словарь русского языка, всем было стрёмно назвать слово «человечина» первым. Кто-то такой, слушайте, ну вот Володьку вчера медведь съел, вот он что съел? Если что, Володьку съел медведь, это я взял из головы, это абсолютно не намёк, ни на что совершенно. Итак, с другой стороны, я нашёл, ну то есть это жуть, у нас есть слово, которое означает мясо человека как пищу. Ну то есть, есть, конечно, плюс, когда начнётся постапокалипсис, русские будут готовы хотя бы грамматически, это, конечно, плюс, безусловно. Но в России, если что, нельзя есть людей, потому что в России люди — это священные животные, но я вот подумал, а что если мне нужно съесть человека? Ну такая вот гипотетическая игра, мне нужно съесть человека. Я понял, что я бы хотел съесть вегана, потому что это явно зерновой откорм, правильно? Что-то в этом есть? Если ты начинаешь в этом копаться, ты сразу узнаёшь, что человек на вкус как курица. Все об этом только говорят, что цыплёнок на вкус как человек. И я в целом уверен, что нас уже наёбывают в KFC. В целом я уже уверен, потому что стрипсы — это чисто пальцы, правильно, это чисто пальцы. Вот. Говорят, что курица не птица. Блядь, да, она человек. В этом вся причина. Короче, я вот что предлагаю. Нам нужно избавляться от этого слова. Это какая-то жуть. У нас есть слово, которое означает мясо человека как пищу. Мы убер... Всё, это отменяем. Референдум можем провести. Всё, это слово больше не значит то, что оно значит. И в этот момент мы даём освободившееся слово феминисткам как феминист к слову «человек». Вы только представьте, за каждым великим человеком стоит великая человечина. Что-то в этом есть. Явно что-то в этом есть. Я вас вообще хотел поздравить. Да, дело в том, что... Я вас хотел поздравить. Дело в том, что я сейчас голодный. И это... Да-да-да. Специально не ел ради вас. Потому что... Я не понимаю, зачем стараться, когда ты сытый. Я каждое утро просыпаюсь с кучей идей, с кучей планов. Такое надо сделать это, вот это, ехать туда, встретиться с тем-то. А потом я завтракаю и такой, ох, сразу нельзя начинать, конечно. Вся моя жизнь это сейчас уляжется. Понимаете? Вот что такое моя жизнь. Не просто так говорят, что художник должен быть голодным. Это не просто так говорят. И это, кстати, ответ на вопрос, почему так дохуя натюрмортов. Вы никогда не задумывались, зачем нам так много этого жанра? Ну потому что чувак хочет это. Там натурщица такая, ну как я получилась? Он такой, а мне похуй, я персик рисую. Потому что я хочу это. Серьезно? Я недавно понял, что я прям ненавижу есть. Я осознал, что я ненавижу есть, потому что я обожаю есть. Такой парадокс в нашем мире. Потому что мы же сейчас едим не чтобы насытиться, мы кайфуем жиров и углеводов. Блядь, если б можно было ставиться нутеллой, я б сейчас с капельницей выступал, я вам клянусь. Потому что я не могу себя ограничивать, все стало таким вкусным вокруг. Ну то есть я из тех людей, которые едят сладкое, я пью кофе только с сахаром. Мне иногда говорят, кофе с сахаром, ну конечно, блядь, с сахаром. Потому что без сахара это вода с землей. Понятно тебе? Постукует твой кофе без сахара. Сахар делает его приемлемым. А люди сейчас ненавидят сахар. Блядь, в Москве девчонки презирают сахар. У меня уже несколько девчонок в Москве такие, ты все ищешь сахар? Ты что, не смотрел фильм «Сахар»? Обязательно посмотри документальный фильм «Сахар» на канале HBO, Руслан. Ты посмотришь фильм «Сахар» и ты больше никогда не будешь есть сахар. Я думаю, а нахуй мне его тогда смотреть? Я же люблю сахар, дура. Ты все еще любишь свою девушку, Руслан? Посмотри это видео. Блядь, не буду. Не люблю ее. Короче, ты не стараешься, когда ты сыт, это знает любой человек, который с дуру перед сексом пожрал. По-любому, у многих из вас такое было. Когда ты выбрал вечер в своей жизни и такой, а поем сегодня? Как хочу. И поел, как хотел. И тут наклюнулся какой-то левый, неожиданный для тебя секс. И ты такой, за что? Пять лет штиль, а тут заказал кисадилью в какой-то веке. Поэтому, если я теперь поем, и наклюнулся какой-то левый секс, и такой, так, либо снизу, либо нахуй это мероприятие. Потому что снизу можно не стараться. Будем честны, если ты парень, единственное, как ты стараешься снизу во время секса, это немножко тазом. Проблема в том, что когда ты так снизу помогаешь, немножко сбиваешься, и ты входишь в противофазу. Понимаете, о чем я? Объясняю на пальцах буквально. Итак, гуманитарии, внимание сюда. Итак, значит, вот это вот, когда ты сбиваешься, очень легко превращается вот в это вот. Понимаете, о чем я? Как-то раз одна девчонка даже остановилась, такая, ты мешаешь. У нас КПД ноль. Поэтому я снизу в основном скучаю, знаете, я сиську трогаю, типа, я тоже участвую в этом процессе. Женская грудь, загадка, конечно. Я ее видел, я не про это, я имею в виду, что она хитрая. Женская грудь очень хитрая. Если ты впервые увидел грудь девушки в то время, как девушка лежит на спине, ты ничего не понял про грудь? Девушка лежит и грудь развалилась. Она выглядит, знаете, как ты раз в детстве медузу об катамаран, шлепнул. что там было, вообще непонятно. Большая грудь, самая хитрая. Девушка лежит на спине, ты такой, вот это грудь, это грудь. Потом она принимает вертикальное положение, ты такой, а, так это титька была, оказывается, все это время. Потому что, если что, это не синоним. Во-первых, это разные размеры, есть грудь, сиськи, титьки. Дальше я не бывал, там что-то бидоны, я не знаю, я дальше не бывал. Но для меня это еще разные понятия, разный эмоциональный окрас, как будто слова несут. То есть для меня грудь, это типа вино, ресторан, секс на простыне, типа того. А титька вывалилась, понимаете, о чем я? На концерте плохой рок-группы, где-то в Подольске. Ладно, размер груди еще бог с ним, но сосок, это же всегда кот в мешке. Сосок, это всегда неизвестность. Потому что ты не знаешь, какой сосок, тебя ждет, снимая лифчик впервые. Потому что ты не всегда готов. Парень не всегда готов. Мне было 16 лет. Была девчонка, очень мне нравилось. Снимаю лифчик впервые, а там две тарелки языке. Я вам отвечаю. Я не говорю, что это неправильно. Проблема в том, что я не был к этому готов. Потому что нас, парней, к этому не готовят. Мне было 16 лет. Мое детство прошло без широкополосного интернета. И я всю свою жизнь до этого видел мужские соски. А у мужчин нет больших сосков. А у девушек они есть. Я пытался понять, почему, для чего. Ну, эволюционно. Это для детей с близорукостью. Для чего? И опять же, я не говорю, что это неправильно. Девчонки, на каждый сосок найдется свой лизок. Запомните эти простые и в то же время мудрые слова. Пришло время провести ликвидацию безграмотности для женских слоев населения. Итак, девчонки, в следующий раз будут заниматься любовью со своим молодым человеком. Пожалуйста, не надо ускорять темп. Та скорость, которую задает парень, это максимум. Он тут в шутки, блядь, не играет. Он все рассчитал. Чуть быстрее все закончится очень быстро. Он еще бедный, думает о чем угодно, кроме этого секса в данный момент, чтобы он продолжался, блядь, ради вас, между прочим. Ну, и нельзя по старинке про каких-нибудь старушек думать, потому что, блядь, порнхаб привил любовь к этому делу. Девчонки, вы вообще понятия не имеете, насколько это сложная задача. Типа, парни, помните, вы, наверное, в школе говорили тригонометрия, когда она мне пригодится? Вот, блядь, где она тебе пригодится. Вся твоя школьная программа нужна, чтобы ты дольше не кончал. Правильно? Серьезно. Я нашел как-то раз даже способ о чем думать во время секса. Кроме секса. Как-то раз занимался сексом с девчонкой, тут что-то происходит, а я уже в своем сознании хожу по своей деревне из детства. Знаете, что-то бабку свою встретил, зашел в разрушенную церковь, блядь, тут она ускорилась, блядь, ну ты разрушила церковь, я тебя поздравляю, и бабку мою, и все на свете. Господи. Вообще, я к 29 годам все чаще перехожу к мысли, что секс — это вообще морока для парня. Потому что там все на нас. Ты должен думать помимо своих чувств еще о ее чувствах, контролировать весь процесс, темп. Вот о чем думает парень во время секса, если ему не безразлична девчонка. Она кончила, она кончила, она кончила, она кончила, это оно, это да, это нет, это что еще, блядь, такое? Потому что по вам, блядь, что и непонятно. Вы все разные, у всех разный организм. Ну какой-нибудь девчонке спрашиваешь, а у тебя вообще в принципе были оргазмы? Она такая, ну вообще пару раз были. Я что-то нажала, что-то потерла, до этого пила чай, я всегда стараюсь чай пить, чтобы наверняка. Ты точно уверен, что ему был оргазм, если вы трахались в аппарате МРТ, правильно? Серега, а вы вообще с чего не помогаете? Вы во время секса такие, быстрее, сильнее, блядь, мы на Олимпиаде нахуй. В конце Мишка полетит с твоим оргазмом, я надеюсь. Надеюсь, на этой Олимпиаде нужное кольцо раскроется, потому что я здесь за этим. Больше всего бесит вот эта тема. Он после секса отвернулся и не разговаривает со мной. Блядь, у него только что кардио было полчаса, ты что доебалась до человека? Иди в спортзал, докопайся до чувака, который с беговой дорожки зашел. Он такой сходит, а ты вообще чего хочешь? Коя себе вовремя. И это все к тому, что дрочка лучше. Гораздо. Потому что, во-первых, во время дрочки ты думаешь о сексе. Странно думать о чем угодно, кроме секса во время дрочки. Прямо деревню свою представлять, это странно. Если только ты очень любишь свою деревню. Или ты тургенев, типа того. Но что самое важное, ты не должен думать о чувствах руки. В каком мире мы бы с вами жили, если бы тебе нужно было еще и руку удовлетворить? Прикиньте, пару раз передернул, не удовлетворил, она перестала тебя слушаться. Третий раз снимаешь трусы, она сжимается в кулак. Такая, нет. Такой, да. Она такая, нет. Драться с тобой начала. Потом обиделась на тебя, спите вот так вот с ней потом. Ты через месяц на какой-то вписке заходишь в комнату, а там твоя рука с твоим лучшим другом. Это нам не нужно. Она такая, ты плевал на меня. Так, ладно, давайте. Как я стоял до того, как я спил воду? Так? Давайте, как будто я только что разъебал. Это моя работа, господи боже мой. что я стоял, я стоял. Я стоял.